В Чебоксарах продолжают обсуждать перспективы взаимодействия с Росатомом. Сегодня представители государственной корпорации посетили ряд крупных заводов и встретились с главой региона. Каким проектом будет дан старт уже в ближайшее время? Об этом в сюжете моих коллег. Устройствами защиты и автоматики этого чебоксарского завода уже оснащены ряд крупных АЭС. Реализуя проекты такого масштаба, предприятие наладило тотальный контроль качества производимых приборов. Около суток он стоит при температуре 54 градуса. Проверяем старение элементов. А если надо на О1, на холодный климат? Есть проблемы. У нас есть мультиматическая камера. Мы все испытания проходили. Вибро, всего-всего-всего. Полностью. Прежде, чтобы что-то подойти, мы бы все были испытаниями. Посещая заводы представителям Росатома, было важно понять, способна ли продукция конкурировать на рынке по качеству и цене. Немаловажен для заказчиков и уровень сервиса на предприятиях. Бывает выстраиваемый целиком весь ряд шкафов. Делал комплекс испытаний недели, где можно временно работать на отказ. А так у нас на каждом участке проходят проверки, испытания. У нас есть протоколы на каждом участке. Структура шкафов и элементов сделана так, что их легко поменять на объект. Не требует целиком перемотаж своего шкафа. Для предприятий республики открываются и новые рынки. Так, на электроаппаратном заводе приступили к выпуску приборов для атомных ледоколов. Корпорация предлагает партнерам войти и в другие проекты. Вы занимаетесь в том числе военной тематикой, то есть у нас есть ядерный оружейный комплекс. Я уверен, что что-то вы туда поставляете. Как вчера было заявлено, ТВЭЛ, одно из наших ведущих предприятий, активно сейчас идет в нефтегазовую отрасль. То есть, в принципе, поле для сотрудничества огромное. Русатом больше всего интересуют чебоксарские предприятия в качестве партнеров по совместной работе над какими-либо новыми продуктами. Партнеры проявляют интересы к системам защиты от кибератак. Новые продукты планируют создавать на базе этого завода совместно с Федеральным ядерным центром. Есть идеи, мы приобретаем конспективными технологиями, так как с лабораторией Касперского, как на разработке новых методов, в том числе проактивные методы, которые позволят нам в реальном времени противостоять защите, то есть как-то противодействовать их, дополнительный анализ трафика. Первые итоги визита представители Росатома подвели в Доме правительства. На рабочей встрече с главой региона обсудили и перспективы взаимодействия. Сегодня посещают ряд предприятий. И меня тоже интересовало, как я и сказал, что предприятия, которые занимаются разработкой, у них там порядка 70% сотрудников занимаются разработкой. Почему для нас это ценно? Естественно, каждое производственное предприятие имеет своих разработчиков, но оно исторически будет работать на себя, на свое производство, и мало отдавать кому-то. А тот, кто занимается разработкой, то есть если у него нет производственных мощностей, его не важно кому отдать, с точки зрения экономики он будет отдавать туда, где это выгодит. Мы должны были конкурировать на уровне мира, как страна России под брендом «Сделано в России» с мировыми компаниями. Я уверен, что у нас сотрудничество дальше будет только укрепляться. В Росатоме готовы оказать содействие по выходу предприятий на международные рынки. Партнеры ожидают и увеличения объема продаж. Сумма поставок для нужд атомной сферы по итогам этого года может превысить 2 миллиарда рублей. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Александр Петров. Республика.